прежде всего хочу обратиться к тем кто ведет трезвый образ жизни название видео нет ошибки она реально о том как правильно пить водку и вроде как это не для вас но не торопитесь покидать это видео среди ваших друзей и знакомых наверняка из тех кто не знает как правильно обращаться с алкоголем и всего одна ссылка для них и вы кому-то из них сохраните здоровье а кому-то жизнь вы хотите помочь своим друзьям и знакомым не забудьте нажать на ссылку в социальных сетей отправьте им это видео я не собираюсь рекламировать здесь алкоголизм рассказывать как правильно пить чем закусывать каком виде нет я врач я реалист вот за 25 лет врачебной практике сталкивался с разными ситуациями одна из 50 опубликованных книги брошюр относится к лечению хронического алкоголизма я знаю почему человек попадает в эту ситуацию и какие люди попадают алкоголиками становятся увы очень талантливые люди когда находясь в социуме они слишком далеко отрываются от окружающих действительности вначале не делают робкие попытки подтянуть себе окружение но в большинстве своем люди ленивые инертный им тяжелее работа тем проще жить плыть по течению и у талантливого человека единственный вариант его принимать эту ситуацию жить в ней либо спуститься к окружающей его среде самый быстрый самый легкий путь снижения подавление активности мозга это алкоголь да но теперь уже окружающих не устраивает такое состояние потому что человек много пьет он создаёт им кучу проблем а начинает его лечить чем лечит я знаю в интернете все прописано ядами травят печень почки мозг человека в целом продолжая снижаться социально деградирует и опять это никого не устраивает на мой взгляд выход с любой точки очень простой будь то здесь будь то в средней массе будто ниже и путь один нужно метаболически обеспечивать работу мозга это делает метаболический мозг под названием печень работает печень хорошо мозг работает хорошо и всем хорошо работает печень плохо соответственно всем плохо я как врач диетолог понимаю что такое правильное питание что такое здоровый образ жизни и как него вкладывать различные компоненты . поэтому просмотрев это видео до конца вы узнаете когда алкоголь в каких условиях смертельный я смертельно опасные также вы узнаете что определенных условиях алкоголь ваш хороший друг например при наружном использовании также мы узнаете что делать если славян приучали много пить до я понимаю словянская печень способна выдержать многие способно выдержать алкоголь в разных количественно качественных соотношениях, но знаете, и на старуху бывает проруха. Для того, чтобы жить лучше и дольше, нужно правильно жить в этой окружающей среде. Нужно создать себе определенные условия. И есть даже такая наука, называется геронтология. Геронтологи знают, в каких условиях человек живет лучше, дольше, то есть меньше и реже болеет, живет более счастливой жизнью и максимально продолжительное время. Они исследовали этот вопрос. Как алкоголь влияет? На эту ситуацию. И оказалось, что те, кто не знали, как правильно пить водку и другие алкоголь, содержащие напитки, и пили чаще всего много, они живут меньше всех. Ну, тут и понятно. В принципе, если активно двигаться и принимать различные яды, то понятно, продолжительность жизни вряд ли увеличится. Те, кто не знали, как правильно пить алкоголь и не пили его вовсе, они жили, безусловно, дольше. Это тоже понятно. Чем меньше ядов попадает в организм, при этих условиях, тем жизнь будет более продолжительной. Ну, если мы переведем на такой более понятный язык, то есть, когда вы покупаете автомобиль и ездите, нарушая все возможные правила дорожного движения, то понятно, время между началом движения и аварии, или катастрофой, минимально. Если вы ездите слишком медленно, да, конечно, вы в аварию сами не попадете, но только вы выехали на автобан с хорошей скоростью движения, есть вероятность, что вас довонят сзади. Авария тоже может быть. Вот вопрос, где найти и как найти ту самую золотую средину. Ну, геронтологи это тоже определили. Оказывается, при разумном отношении к алкоголю, продолжительность жизни максимально велика. Я вам сейчас расскажу вот эти условия, как все-таки правильно использовать алкоголь, чтобы жить дольше. И вначале, вот те самые смертельно опасные ситуации. Наиболее частое, пожалуй, это летняя жара. Ну, тут все понятно. Температура теплового комфорта 18-24 градуса. Только температура воздуха стремится идти выше. Условия для терморегуляции появляются достаточно напряженные. температура выше 30 градусов по Цельсию. Она создает условия для перегревания. И индикатор того, что организм не выдерживает эти условия, вы что-то делаете не то. Красное лицо. Как только у вас покраснело лицо, это говорит о том, что система терморегуляции работает уже очень плохо. И вот в этих условиях некоторые считают, да ладно, сейчас вот из холодильника выпью и все пройдет. Да. Только вы пьете холодные напитки, у вас охлаждается пищевод. Создается иллюзия, что вам стало лучше. На самом деле, за пищеводом находится еще трахея, идет снижение иммунитета. Там появляется трахеид, бронхит, можно и до пневмонии доверяться. То есть, таким путем охладиться, конечно, частично. Можно, но только частично. Полностью организм так охладиться не сможет. Но, только алкоголь добирается до клеток. Его активно клетка использует как источник энергии, появляется куча тепла. И вот здесь, вслед за таким иллюзией кратковременного охлаждения, появляется достаточно продолжительное перегревание организма. И вот здесь попасть в тепловой удар или в геморрагический инсульт легко и просто. Именно поэтому вся экваториальная зона по количеству употребления алкоголя на душу населения находится в аутсайдерах. То есть, там практически не пьют. Не скажу, что не пьют вовсе. Практически не пьют. Жители понимают этих регионов, что жить опасно. В таких условиях и не пьют. Может он уже на себе попробовал и больше не пьет, обжегшись однажды. Кто-то понимает, принимает религиозные каноны, по которым алкоголь запрещен. Понятно, перегревание и смерть. Поэтому внесли один раз и все. И теперь все это соблюдают. Кто-то приезжает в командировку, в отпуск, пожить какое-то время. Вот за счет этих людей возможно увеличение употребления алкоголя на душу населения. Но если перебор, если не угадали с дозой, здесь возникает ситуация перегрев, инсульт, тепловой удар, то есть любые варианты. И опять снижается потребление алкоголя на душу населения. Поэтому вся экваториальная зона, как только летняя жара начинает приближаться, количество алкоголя в рационе автоматически должно исключаться, если вы его пили до этого. Конечно, меня могут сейчас поймать на слое и сказать, да, ладно, летняя жара, бог с ней, можно потерпеть холод. Когда холодно, вот тут самое оно. Сам бог, как говорится, верил. Знаете, должен вас немножечко разочаровать. Когда вы находитесь в условиях холода, то есть температура ниже 18 градусов, при такой температуре, как правило, не замерзает. Ниже нуля и там до минус 50 градусов рекорды по температуре. Вот здесь, конечно, условия для охлаждения созданы. И вопрос в чем? Если вы адекватно оценили свою одежду в соответствии с той температурой, которая вас окружает, вам, в принципе, комфортно, вам хорошо. Проблем нет? И необходимости в употреблении алкоголя нет? Если же вы с одеждой немножко не уходите, водами, и вам прохладно, вам зябко, то есть вы начинаете охлаждаться. Вот здесь возникает как бы иллюзия, оп, вот теперь оно в час в час наступил, пьем. Вопрос, где вы в это время находитесь? Если в поле, если в лесу, если в горах, и вы не уверены, что в течение каких-то 10, 20, 30 минут максимум, вы можете оказаться в теплом помещении, алкоголь пить нельзя. потому, что вслед за тем, когда вы выпили алкоголь, да, вы согрелись, вам хорошо, вам комфортно, теперь, несмотря на легкую одежду, вам тепло, но, помните, алкоголь расширяет сосуды кожи, и потери тепла увеличиваются, организм начинает активно охлаждаться. Если вы, не воспользуясь вот этой кратковременной передышкой, согреванием, и не пришли в более теплые условия, здесь у вас возникает ситуация. После кратковременного согревания вы начинаете охлаждаться. Конечно, создается иллюзия, а повторю-ка я дозу, еще разок согреюсь. Вопрос, напомню, алкоголь действует не только на терморегуляцию, действует на активность мозга. Вы можете не так активно идти к источнику другого тепла, более надежного, в помещение. Потому что эффект согревания, он создает комфортные условия, плюс вы немножко затормозились, у вас мозг активен и в той степени. Вы можете где-то присесть, устав, попытаться немножко передохнуть, прикорнуть, поспать. Да, тепло вам очень активно переохлаждаетесь. Вероятность того, что вы не встанете, очень высока. Поэтому, если вы пьете алкоголь на морозе, да, если вы не можете согреться другим способом, не дай вам бог присесть, отдохнуть, нет. из последних сил вы должны идти, ползти к теплу, к жилищу. Иного пути нет. Иной путь, смерть, вы замерзнете. Так поступать нельзя. Это очень опасная ситуация. Поэтому, может употребляться алкоголь в этих условиях как согревающие, но если вы понимаете, что вы, вот он, дом родной, вот тут вот тепло, и здесь вы можете легко восстановиться, легко согреться. Особенно нужно думать об употреблении алкоголя, если есть определенные заболевания. Ну, например, хронический панкреатит. Не такая уж редкая патология на сегодняшний момент. Да, я понимаю, с панкреатитом живут плохо, потому что они все полноценно переваривали, заложить можно долго. Стоит принять алкоголь, а он, кроме того, что согревает, он еще и выполняет роль сакогонного средства, заставит вашу поджелудшину активно работать, а вы до этого давно не ели, вот здесь есть способ перевести хронический панкреатит в острый панкреатит. Со всеми вытекающими оттуда последствиями. 85% напомню смертность при остром панкреатите. Очень тяжело выйти живым из острого панкреатита. Поэтому, если у вас есть хронический панкреатит, нужно сто раз подумать, пока вы не доведете свою поджелудочную до того состояния, когда диагноз у вас есть, то она вас никаким, никаким образом не тревожит, ни капли в рот. Вот здесь есть ситуация очень такая серьезная. Но обычно панкреатит не бывает один. Обычно есть гастрит, гастрододенид, язвенная болезнь. В принципе, прийти к состоянию в принципе алкоголь возможен. Раньше даже так и боль устраняли, но не было других средств. Выпили спирт, он задубил слизистую, боли как бы нет. Но напомню, опять-таки, алкоголь, высокогонные средства, усиливается секреция желудочного сока и раздражение слизистой возобновляется. Поэтому лучше как обезболивающее в этом случае использовать не алкоголь, а как минимум правильное питание. Продукции питания способны впитывать в себя алкоголь, уменьшать раздражение слизистой желудка не только алкоголем, но и желудочным соком и как бы боль уменьшается. Таким образом проще регулировать состояние желудка, 12-перстной кишки заодно и поджелудочной железы. Есть еще группа заболеваний, при которых очень сложно употреблять алкоголь в любых видах и в любых количествах. Лучше от него избавиться полностью. Это когда воспаляется главный фильтр вашего организма печени. Гепатитов сегодня масса. Есть токсические, есть медикаментозные, есть вирусные. Разные причины могут способствовать раздражению клеток печени и переходу их в состояние воспаления, развитию гепатита, неважно острый либо хронический. Если у вас есть гепатит, у вас алкоголь из рациона исчез. Потому что гепатотропный яд в содружестве с другими токсическими веществами будет еще активнее разрушать вашу печень. Не будет создавать для него условий, чтобы она восстановилась. И гепатит легко переходит в жировой гепатоз или в стеатогепатит. Дальше через фиброз зарос печени. Вы кандидат на пересадку печени. Очень дорогое удовольствие и в принципе не самое простое. Поэтому что важно делать, чтобы у вас хорошо работала печень. Опять-таки одна из 50 опубликованных книг так и называется что делать если у вас есть печень. Тут описаны условия каких печень работает долго и счастливо. А также описано около 50 различных систем которые вы можете легко найти в интернете под фишкой для печени для улучшения печени для очищения печени для восстановления печени. На самом деле печени после этих средств после этих систем становится все меньше и меньше. Работает она все хуже и хуже. Поэтому если хотите знать в каких условиях печень работает хорошо и что вам нужно делать это не сложно. Заказывайте книгу она легко доступна на любой континент кроме Арктики и Антарктики на любые другие континенты уже отправлял. Книга доходит все легко и просто заказать не сложно контакты все видите. Поэтому печень нужно заниматься и нужно помогать потому что от нее очень многое зависит в вашем организме. И не только метаболизм алкоголя но и метаболизм синтетических препаратов которые тоже сегодня не редкость медикаментозный гепатит развивается легко и просто потому как проще чем обеспечить себе правильное питание забить организм различными таблетками так тоже можно создать иллюзию благополучия в организме неблагополучие. А синтетические препараты увы почитаете спектр их действия часть из них целенаправленно попадает в печень часть из них нарушает работу мозга как минимум два этих органа страдают вместе с алкоголем в первую очередь и вот тут нужно понимать либо вам нужно принимать препараты либо вам нужно употреблять алкоголь и одна из них одна из ситуаций должна быть исключена если вы вынуждены принимать препараты от алкоголя вы должны избавиться конечно часть из вас может попробовать перевести себя на лечение травами да тоже вариант но вы знаете прежде чем что-то использовать спросить у автора не противопоказано ли применение алкоголя при этом если алкоголь противопоказан значит в сборе лежат ядовитые травы и нужны ли вам яды для лечения для улучшения работы вашего организма когда-то в каких-то ситуациях нужны но эти ситуации не так часто встречаются и вы должны думать какими травами лечить свой организм это не самая простая ситуация я как фитотерапевт далеко не в первом поколении немножко знаю эту ситуацию знаю этот вопрос 6 лет преподавания кафере фитотерапии тоже не у каждого такой багаж за плечами ну наверное основные ситуации по тому где алкоголь может навредить я уже сказал потому что знаете предупрежден вооружен нужно понимать что шашки на голов и стопка другая стакан это все здорово но это может плохо закончиться при определенных ситуациях но в некоторых ситуациях алкоголь может быть вашим другом часть уже я вам рассказал наружное использование да использование спирта и различных препаратов на его основе местно да улучшает ранозаживление останавливает кровотечение убивает бактерии то есть в принципе все хорошо некоторые настойки можно принимать внутрь оказывают разные действия но тут тоже нужно смотреть что вы принимаете потому что ну скажем настойка валерьяны вроде как хорошо успокаивает но при этом очень серьезно нарушает работу все той же печенью нужно просто понимать что не все так просто в этой ситуации фитотерапии это очень сложная наука она доступна но она очень сложна ей нужно просто правильно пользоваться где алкоголь используют пожалуй наиболее часто это в борьбе со стрессом я вас прекрасно понимаю да это самый доступный антистресс в реальной дозе мужчине до 100 женщине до 50 грамм водки реально убирается стресс достаточно быстро буквально каких-то 10-15 минут человек становится более спокойным и все прекрасно конкурировать с алкоголем разве что может только никотин как только человек закурил минут через 5 тоже человек успокаивается но в отличие от алкоголя резко увеличивается вязкость крови в 3-4 раза увеличивается частота инфарктов инсультов износ сердечной мышцы то есть куча негативных последствий связанных с употреблением никотина с выкуриванием сигареты непосредственно ну и там где-то онкология в перспективе тоже мягко выражаясь не радует алкоголь слава богу онкологические заболевания не подтягивает в той мере в какой это делает никотин в какой это делает табак поэтому это нужно просто понимать конечно можно как антистресс использовать синтетические препараты но опять-таки читаем токсичность читаем угнетение активности мозга потому что алкоголь кратковременно и обратимо это делает а препараты часто на более продолжительное время и эффект после действия он чаще всего остается поэтому тут нужно думать каждый человек конечно выбирает для себя каким образом контролировать активность мозга кто-то может активно использовать медитации да тоже способ изменить активность мозга но не все могут это делать не все могут пойти в это состояние все могут его использовать в любых условиях поэтому тут нужно просто выбирать каждый для себя выбирает сам что еще положительного дает алкоголь в отношении здоровья ну алкоголь будучи спиртом он активно может смешиваться со всеми спиртами причем в любых соотношениях и один из самых вредных спиртов который человек вносит в свой организм и который является нормальным метаболитом в жизнедеятельности это холестерин стоит нарушить как-то условия работы холестерина начинает откладываться на стенках сосудов развивается атеросклероз вот алкоголь великолепно помогает в этом направлении предупреждая развитие атеросклероза это великолепно знает патологоанатомы когда ну в конце концов вы понимаете жизнь вредная штука в конце концов люди умирают когда смотрятся сосуды человека который пил много они как макрамы легко завязываются они эластичны когда смотрят сосуды того кто не пил вовсе они сосуды достаточно хрупкие рушатся под руками поэтому инфаркты инсульты это очень частое событие в этой ситуации нужно просто правильно понимать и использовать разумные проверенные дозы доза 100 грамм мужчине 50 грамм женщине проверено в научных исследованиях в многолетних исследованиях эта доза безопасна по развитию цирроза печени на 50 лет в случае если вы начали эту дозу употреблять регулярно ежедневно каждый день начиная с 21 года когда алкоголь разрешен когда печень полностью сформирована то есть в 21 начали в 71 у вас цирроза печени от этой причины не будет я думаю что если за 50 лет не развился цирроз печени то и дальше следующие 50 лет вы можете то же самое делать но учитывая возраст дозу наверное немножко нужно уменьшить и все будет хорошо потому что возможности печени уменьшаются с возрастом увы это естественный биологический процесс нужно просто знать как это использовать для своего здоровья где еще можно использовать алкоголь безусловно как аперитив да так его многие используют алкоголь перед едой сокогонный эффект я уже сказал усиливается секреция желудочного сока и вроде как все хорошо но вот здесь вот возникает маленький нюанс если у вас нет панкреатита гастрита дурденито язвы гепатита эти ситуации нужно контролировать нужно понимать такие видео кстати есть на моем канале вы легко можете посмотреть набрать лечение панкреатита гепатита жирового гепатоза гастрита это все есть это все вы можете просмотреть и сами для себя решить что вам нужно так же как если вам нужно использовать какие-то препараты лекарственные травы ну я как фитотеропед могу вас проконсультировать не вопрос контакты вы видите все доступно все прекрасно то есть это все можно использовать если же вы практически здоровы да, ну вы можете использовать алкоголь малыми дозами перед едой вы получаете все 33 удовольствия аперитив вы получаете снижение уровня холестерина вы получаете антистресс то есть все нормально если у вас есть сомнения в состоянии желудка 12 перстной кишки и поджелудочной железы ну алкоголь не должен идти в начале еды, он может идти в процессе приема пищи в этом случае вы получаете только антистресс и снижение уровня холестерина тоже немало тоже хорошие эффекты отказаться от алкоголя полностью можно, но вы знаете все равно не получается, потому что алкоголь находится в продуктах питания в скрытом виде вы должны будете отказаться от всех кисловолочных продуктов вы должны будете отказаться от фруктов от ягод, от овощей от круп от злаковых везде есть углеводы углеводы при неправильном к ним отношении если у вас есть дисбактериоз кишечника он есть у многих начинает бродить процесс брожения образования алкоголя в кишечнике то есть сложно полностью уйти от употребления алкоголя как в чистом виде так и от образования его в организме нужно просто правильно это использовать кстати у вас если есть дисбактериоз кишечника наберите такое в поисковике посмотрите видео чем это может вам грозить что при этом нужно делать это очень важный момент при дисбактериозе кишечника казалось бы банальное взутие живота минус 30 процентов жизни это реалии нашей сегодняшней ситуации потому что увы антибиотики сегодня не редкость многие их используют просто не успел ребенок или человек чихнуть ему уже назначили антибиотики дисбактериоз развился потом что вы с этим будете делать мужчинам лечат простатит тоже антибиотиками причем когда первый курс антибиотиков он мог убить бактерию он логичен это всем вопросом нет все последующие курсы как правило это ухудшение микрофлоры в кишечнике на других слизистых в том числе и тренировка уже тренированной микрофлоры в мочеполовой системе бессмысленно это занятие нужно повышать иммунитет нужно изменять ситуацию в организме в целом а не испытывать возможности иммунной системы хронический простатит так не лечится острый лечится хронический нет там уже совершенно другие действия совершенно другие ситуации ну наверно это видео я буду заканчивать теперь вы знаете как правильно использовать алкоголь как использовать его положительные стороны не дай бог не попасть на отрицательный но если вам нужно больше информации не вопрос если вам нужно подобрать схему лечения питания вы можете записаться ко мне на консультацию контакты вы видите вы можете по ним легко обратиться так же как и не забудьте отправить это видео своим друзьям знакомым если вы не сделали это ранее я думаю что они вам будут благодарны потому что нужно правильно относиться ко всем продуктам питания напомню все есть яд лечит лишь доза только доза делает яд целебным знаете если опасная для жизни доза алкоголя где-то начинается грамм с четырехсот четырехсот ну тренированных людей при хорошей печени они выдерживают и более высокие дозы даже тренированный человек для него наверно смертельный будет грамм двести соли потому что она такие гемодинамические нарушения вызовет в организме что вряд ли сердце с сосудами справится с этой нагрузкой вы знаете много опасных вещей находится в окружающей нас среде в системе питания нужно просто этим правильно пользоваться поэтому я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношений и подумаю какое еще видео написать на эту тему до новых встреч на моем канале не забудьте подписаться